здрасте уважаемые слушатели хочу сегодня представить для вас обзор регионального бюджета сверловской области за 2022 год то есть на цифрах показать его фактическое исполнение ну не только исполнение бюджета но и в целом рассмотреть в этом стриме социально-экономические показатели сверловской области в 2022 году немножечко о том что такое региональные бюджеты и их место в бюджетной системе российской федерации напомню что наша бюджетная система российской федерации в соответствии с бюджетным кодексом состоит из трех уровней первый уровень это федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов данном на данный момент это бюджет пенсионного фонда российской федерации фонда социального страхования он до обязательного медстрахования все вместе вот эти четыре обособленных бюджета много перечисленных составляют бюджеты первого уровня второй уровень у нас бюджетная система представлен региональными бюджетами субъектов федерации у нас на данный момент 89 и соответственно каждом субъекте федерации есть еще свой бюджет региональные у нас под субъектами федерации понимается три города москва санкт-петербург и севастополь и соответственно республики краям области автономные круга которые образуют российскую федерацию но мы сейчас сегодня будем говорить об одном субъекте федерации в частности о свердловской области вот еще вот таким образом можно представить бюджетную систему российской федерации то есть первый уровень федеральный бюджет бюджет и государственных внебюджетных фондов которые я перечислил региональный уровень это второй уровень бюджетной системы бюджеты субъектов р.ф. и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов на территории свердловской области такого нет территориального внебюджетного фонда раньше был автодорожный но был полностью включен в нулевые еще годы начали от состав регионального бюджета и третий уровень это муниципальные бюджеты то есть бюджеты муниципальных районов городских округов сельских поселений городских поселений и так далее которые входят в состав субъектов федерации ну или вот здесь несколько устаревшая информация сейчас 89 субъектов но на 22 год их еще было 85 вот если в количественном отношении смотреть то примерно вот так то есть больше всего у нас 23 тысячи с лишним бюджетов муниципальных ну естественно что размер их не сопоставим допустим с федеральным с региональными и так далее ну давайте перейдем соответственно к основным социально-экономическим показателям сырловской области за 2022 год вот здесь мне бы хотелось остановиться поподробнее и в том числе привести данные с сайта министерства экономики и территориального развития сырловской области то есть это официальные данные не я их сам придумал значит у каждого региона как и у страны в целом есть понятие валового регионального продукта такой аналог ввп дам на обще страновом уровне то есть здесь мы можем посмотреть в цифрах сколько в двадцать первом году составляла региональный продукт 3 триллиона тридцать восемь четыре десятых миллиарда рублей по плану он должен был составить когда существует бюджетное планирование на следующий год в двадцать первом году на двадцать второй год он должен был составить 3 триллиона 193 миллиарда рублей но по факту был несколько выше 3 триллиона двести шестьдесят семь миллиардов рублей то есть в таблице представлены цифры двадцать первый год плановые цифры двадцать второй год те цифры которые используются при бюджетном планировании и фактические цифры за двадцать второй год численность населения сырловской области к сожалению вот она сократилась выше плановой да это говорит о том что смертность у нас превышает рождаемость последние годы не сильно превышает но но к сожалению вот демографическая ситуация такая какая есть далее оборот розничной торговли миллиардов рублей то есть несколько планировался выше стал меньше но это связано тем что в двадцать втором году началась специальная военная операция люди сейчас он восстановился но тот момент люди несколько прижали своих расходах что вполне понятно и обоснованно далее динамика номинальной начисленной заработной платы по данным федеральной налоговой службы то есть среднем на территории саровской области можете видеть ее размер величина прожиточного минимума на душу населения в месяц вот в действие жилых домов со строительством но это в основном относится крупным городам области конечно больших строительство гораздо меньше давно в целом растет но безумная в екатеринбурге какая-то застройка идет абсолютно каждый пятачок в центре застраивается только с целью наживая вот этот конечно поражает абсолютно парков не строится плеча от других городов какой-то жилой среды видим вообще не предполагается цель все застроить 40 этажными домами окно не могу об этом скайпик наболевшим в общем то потому что мы здесь подход какой-то лишь бы деньги собрать за это и все об остальном вообще понимание какого-то нет в принципе мы тем будущем как развитие города жилой среды и так далее доля населения с денежными доходами ниже границы до бедности 8 и 3 десятых процентов несколько снизилась по статистике и инвестиции в основе капитал это по данным бухгалтерской отчетности финансовых предприятий юридических лиц что можно сказать о промышленности Свердловской области которая в 2022 году ряд отраслей показали в общем то несмотря на беспрецедентные санкции введенные против против нас вражескими странами в ряд отраслей наших экономических вот что показали рост допустим рост произошел в обрабатывающих производствах на сто восемь и четыре десятых процента за год обеспечение но это нормально если происходит рост обрабатывающего производства в целом то естественно происходит увеличение потребления электроэнергии газа и так далее то есть здесь тоже показано рост то 6,8 процента добыча полезных ископаемых несколько снизилась то что цены упали до на мировых рынках но в целом ускорился рост индекса промышленного производства он составил 106 и четыре десятых процента к уровню 2021 года за год что довольно таки ну для условий вот те которые были в двадцать втором году введение вот этих санкций злобными клоунами против нас то есть и соответственно падение спроса по многим позициям но усинок был получен рост это очень конечно радует значительный рост физических объемов производства наблюдался в производстве машин и оборудования то есть оборонный сектор как бы дает значительно много то есть существует конечно такая либеральная парадигма лживая насквозь которая горит что военные расходы не дают рост экономики дают еще какой дают сетки в общем-то рухнул не за военных вовсе расходов больших от уровня военного производства экономика только растет значит выросло производство мебели в полтора раза в принципе нормально иностранные свалили с нашего рынка естественно ваши производители успешно заместили химических веществ химических продуктов 14 раза а прочих транспортных средств оборудования деятельность по ремонту монтажу машин оборудования 1 и 3 раза производство готовых изделий кроме машин оборудования на 13 процентов выросло электрического оборудования на 10 процентов ну и в принципе в целом можно сказать что год в плане промышленности закончен сверловской области достаточно успешно но это это верно не только для сверловской области в целом для экономики российской федерации это тоже верно но давайте перейдем непосредственно бюджета вот общие сведения об исполнении областного бюджета сверловской области в 2022 году в миллионах рублей то есть доходы составили 372 миллиарда 809 миллионов семь десятых рублей да то есть чуть на 3 миллиарда ниже так скажем планов на два с половиной так много почти бюджетное планирование точное было но выше чем в прошлом году предыдущем году не и прошлый год сейчас 24 до 21 году предыдущий год со сравниваемым периодом из них налоговые неналоговые доходы составили 305 миллиардов рублей 410 миллионов безвозмездные поступления это субсидии субвенции из федерального бюджета 67 и 467 миллиардов 400 миллионов рублей ну из них том числе из федерального бюджета 62 657 расходы какие были в общем там значит у нас общегосударственные расходы это государственного управления на органы власти субъектов 9 миллиардов 989 национальная оборона ну здесь это мобилизационная готовность не так много 69 миллионов основном это расходы приоритет федерального бюджета конечно на правоохранительные органы в региональном масштабе то есть это 2 миллиарда 159 национальная экономика то есть это поддержка различных отраслей экономики сыновской области 49 миллиардов рублей ну и прежде чем перейти к следующему слайду нам дали у нас расходы тоже пойдут в этом слайде конечно не все расходы бюджета указаны а здесь мне хочется отметить что а вот на международной промышленной выставке инопром 23 то есть двадцать третьем году назвали топ-20 наиболее эффективных регионов россии в том числе в их попала сверловской области я сейчас перечислю кроме москвы наиболее эффективные промышленные регионы россии это московская область но это неудивительно поскольку в московской области сконцентрировано очень много различных производств рядом со столицей до республика башкортостана краснодарский край санкт-петербург республика татарстан тульская область челябинская область сверловская область нижегородская область ростовская область калужская оренбургская курганская рязанская ленинградская республика корреля республика мордовия омская область и чувашская республика то есть Вот это промышленные регионы, которые показывают рост промышленного производства. Регионами, которые совершили в 22-м году наибольший рывок, стала Владимирская область. Она с 33-й позиции заняла 22-е место. Республика Бурятия с 51-й, 25-й. Понятно, что эти регионы были тоже отмечены наградами. Правительство Российской Федерации проводило в 23-м году, кто не знает. Ну и всегда проводит. Далее, какие еще расходы были у областного бюджета Свердловской области? Жилищно-коммунальное хозяйство 19 миллиардов. Охрана окружающей среды 896 миллионов. Образование, соответственно, 91 миллиард. Культура, кинематография, 3 миллиарда 627 миллионов. Здравоохранение, 41 миллиард 128 миллионов. Социальная политика, 94 миллиарда 301 миллион. Физкультура и спорт, 20 миллиардов. Средства массовой информации, 643 миллиона. Обслуживание государственного муниципального долга, 3 миллиарда 772 миллиарда. И различные межбюджетные трансферты муниципальным образованием на территории области. Соответственно, 38 миллиардов 673 миллиона. Ну, отметим, что самые крупные, да, у нас расходы 91 миллиард. Это социальная политика. То есть, это прямые выплаты льготным категориям граждан. Компенсация различных льгот, прежде всего, там, допустим, оплата проезда, оплата коммунальных услуг и так далее. То есть, и льготные категории у нас, кто малоимущие, инвалиды, пенсионеры. И вот, в основном, за счет этих средств оплачиваются им различные льготы. Далее, следующие расходы, практически такие же, 91 миллиард, это содержание школ. Конечно, содержание школ, оно в основном на региональном бюджете всех школ на территории Сырловской области. Это среднее общее образование. Вот. Немного среднего профессионального образования и немного детских садов. Основная масса детских садов содержится из местных муниципальных бюджетов. Значительные расходы, вот, вернусь на предыдущий слайд, у нас на национальную экономику, то есть, это поддержание различных отраслей экономики Сырловской области, в том числе, реализация различных программ по продовольственной безопасности, то есть, сельское хозяйство, животноводство, разведение рыбы и так далее. Выделяются деньги на поддержку развития приобретения оборудования, что это совершенно правильно, потому что у нас Сырловская область в какой-то веке такого не было ни при Российской империи, ни при СССР. Сама себя кормит, еще на экспорт. В общем-то, многое поставляет продукты в питание. Ну, как и в целом, вся наша страна, да, не только себя кормит. Экспорт наших продуктов в питание очень сильно растет последние 10 лет, особенно, когда против нас начал расти, ввели в 15-м году санкции первые за то, что мы вернули Крым, да. Они пошли очень на пользу, стали производить очень много своих продуктов питания. Практически у нас они все свои, слава богу, что называется. И мы ни от каких стран не зависим, как это было в 90-е годы, где 50% продовольствия мы практически импортировали. И даже, а в СССР мы даже пшеницу импортировали, да. То есть, в Советского Союза было много плюсов, но вот, к сожалению, никак с продовольствием мы разобраться не могли. Нам сейчас это фактически удалось только в нулевые годы, и особенно после санкций, когда у нас стало все свое. Ну, потому так и корюжит наших, так сказать, друзей на Западе, что вот снизили от них очень сильно зависимость, слава богу, да. И наших либералов от этого корюжит. Мне нравится, в общем-то, когда страна зависит от кого-то. Да, они любят это. Так, далее. Следующий слайд. Структура доходов бюджета. То есть, здесь мы можем посмотреть непосредственно, какие налоги формируют у нас бюджет Свердловской области. Прежде всего, это налог на прибыль организации 108 миллиардов, 181 миллион. Этот налог самый большой, да. Основные налогоплательщики, то есть, у нас получается в региональный бюджет, это предприятие, конечно, и организации. И НДФЛ, это налог на доходы физических лиц, который тоже перечисляет работодатели. Он второй по значимости у нас 107 миллиардов 783 миллиона рублей. Вот два основных, в общем-то, налога, которые у нас формируют региональный бюджет. Акцизы, значительная сумма 26 миллиардов 833 миллиона, да. А налоги на совокупный доход, ну, это то, что у нас платят ИП, да, самозанятые, по-моему. Так вот. Не так много еще, но растет эта доля 18 миллиардов 211 миллионов рублей. Налог на имущество организации 26 миллиардов 142 миллионов рублей. Остальные налоги не такие значимые, но тоже какие-то деньги. Ну и, соответственно, безвозмездные поступления с федерального бюджета тоже 67 миллиардов 400 миллионов. Довольно-таки значительно. Вот в чем они заключаются, эти безвозмездные поступления. Это субсидии, субвенции, дотации. Это целевые. Ряд из них целевые, ряд не целевые. Просто для сбалансированности. Значит, кому интересно, посмотрите мою лекцию. Есть по бюджетной системе Российской Федерации, где я там подробно рассматриваю, в чем суть и отличие от этих безвозмездных поступлений из бюджета вышестоящего уровня. Ну вот здесь тоже есть краткое пояснение, что это такое. То есть дотации, они не имеют целевого назначения, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидии, это долевое финансирование целевых расходов. Субвенции, это реализация различных государственных целевых программ, которые, допустим, на дороге, на развитие дорожной сети области Екатеринбурга. Ну мы сейчас про область говорим, Екатеринбург отдельный бюджет. Нам дают средства часто из федерального бюджета. То есть не только нам, а в принципе всем областным городам. То есть федеральный бюджет выделяет достаточно много средств на развитие дорожной сети. И все вы можете видеть, как наши дороги за 15-20 лет, в общем-то, изменились в лучших тормах. Вот в табличке доходы будут выглядеть налоговые и неналоговые. Таким образом, здесь они без трансфертов. То есть налог на прибыль, налог на доходы физлиц практически равнозначно. Акцизы большую роль играют. Налог на имущество организации. Налог взимаемых с индивидуальных предпринимателей. Транспортный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. И прочие неналоговые доходы. Неналоговые доходы состоят от каких? Доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности. То есть 4 миллиарда рублей. В основном это сдача имущества в аренду. Продажа имущества областного. Платежи использования природными ресурсами. Штрафы, санкции, возмещения, ущербы и так далее. Ну и безвозмездные поступления. О них мы уже с вами говорили. То есть структура расходов. Значит, ну... Выглядит следующим образом. Как я уже ранее говорил. Самые крупные расходы у нас на социальную политику. Здесь у нас необходимо отметить, наверное, демографическую ситуацию. В 22-м году, в принципе, продолжалось снижение смертности. В 21-м оно было выше. Ну и естественная убыль населения составила 17 тысяч. Это в январе-ноябре 22-го года. 17296 человек, к сожалению. Пока что это перекрывает... Нас... Рождаемость. Хотя тенденцию, конечно, надо менять. Это не сильно перекрывает. Наши многие соседи страны, республики, бывшая СССР теряют значительно больше. Кроме Средней Азии, да? Где идет стабильный прирост населения. Ну... Надо сказать, что по сравнению с 90-ми, с ситуацией лучше. В 90-е там был настоящий геноцид населения России. То есть оно... Не какие-то там мифические сталинские репрессии, при которых рост населения был в СССР стабильный, достаточно высокий, да? Не это геноцид, это не геноцид. Это... Товосной массе пострадали. Известно кто от этих репрессий. Вот это либеральный миф, конечно, что кто-то невинно пострадавший. Какая-то часть, да, невинно пострадавших, но в целом было за что страдать. В основном при коллективизации невинно пострадавшие. Там, где местные начальники перестарались, выслуживаясь перед центром, проводили таким образом коллективизацию, что, к сожалению, было много невинно пострадавших на тот момент. Но если касаться репрессий высшего государственного аппарата чиновников, то самая масса за дела конкретные. Ну, либералы создали в 90-е такой миф, что все они невинны. Я как бы был. Нет, это было далеко не так. Вот. Вот и в 90-е вот это был настоящий геноцид народа, когда численность населения на миллионы сокращалась в России. И как сейчас на Украине идет геноцид. Вот, с 91-го года, когда численно с 52-х миллионов сократилось там до 30-ти, вот это настоящий там геноцид был. Был не какой-то там мифический прелис. СССР придумал. Ну, на радость западу этот процесс происходил. Сейчас запад так и коррежит от этого. В общем-то, к счастью, это закончилось. Далее, образование. Как я уже говорил, это школы. В основном немного СПО, немного детских садов, национальная экономика, поддержка отраслей, межбюджетные трансферты. То есть, региональный бюджет, вот федеральный бюджет, он поддерживает у нас регионы, да, 89. А региональный бюджет уже поддержит муниципальное образование. Здравоохранение, ЖКХ. Значит, в общем-то, общегосударственные вопросы. Это управление государственным аппаратом, физическая культура, спорт. Далее идет культура, кинематография, обслуживание. Долго, да, то есть, это областных выпускаемых облигаций. Ну, давайте посмотрим, что непосредственно уже по цифрам, куда тратиться. То есть, социальная политика, социальное обеспечение населения, в основном, это компенсация различных любовь, 44 миллиарда. Охрана семьи и детства, ну, так или иначе, выделяемые деньги на поддержку детей, семей многодетных и так далее, 38 миллиардов. Социальное обслуживание населения, 9 миллиардов. Другие вопросы, 267. И пенсионное обеспечение, 192. Понятно, что пенсионных мало, да? У нас пенсионный фунт, основную массу пенсии платит, а не региональный бюджет. Давайте смотреть на образование, да? То есть, вот общее образование школы, что, о чем я говорил, 49 миллиардов с половиной выходит на содержание школ, на содержание детских садов 23, ну, тоже очень много, да? 23 миллиарда 217 миллионов. СПО, это колледжи техникум и бюджетные места, 9 миллиардов 394 миллиона рублей на всю область. У нас другие вопросы в области образования. Ну, это различное строительство, детский садов, школа, 4 миллиарда 262 миллиарда рублей. Дополнительное образование детей, то есть, это музыкальная школа, художественная школа и так далее. 2 миллиарда 114 миллионов рублей. Молодежная политика, 2 миллиарда 320 миллионов рублей. И профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 315 миллионов рублей. То есть, вот, в разрезе смотреть. А здравоохранение, значит, что, на что денежные средства выделяется? Абулаторная помощь, самая затратная, да, статья 17 миллиардов 37 миллионов. Стационарная медицинская помощь, то уже сопоставимо 16 миллиардов 130 миллионов. Ну, и далее можете видеть, на что в медицине используются денежные средства. Физическая культура и спорт. Ну, вот, большой перекос в спорт высших достижений. К сожалению, массовый спорт не дофинансируется. Ну, это мое личное мнение. В принципе, он финансируется еще и в муниципальных бюджетах. Там надо смотреть, сколько нравится. Культура и кинематография. То есть, в основном, это содержание культурных учреждений, театров и так далее. В СМИ. Межбюджетные трансферты. Это то, что передается муниципальным бюджетам. Ну, и вот, соответственно, тоже по статьям общегосударственные расходы. То есть, сколько здесь. В основном, они федеральные. То есть, все эти денежные средства по этой статье общегосударственные расходы это содержание региональных служащих, чиновников, государственных. Да, аппарат госвласти региональный. А национальная экономика. Смотрим. Основная масса это дороги. Да, мы видим, они строятся. Постоянно реконструируются. Становятся, слава богу, лучше. Сельское хозяйство, рыболовство, транспорт, лесное хозяйство, общий экономический вопрос, связь, информатика, водное хозяйство и так далее. По цифрам можете видеть. Затраты на ЖКХ, благоустройство, жилищное хозяйство. Другие вопросы. Достаточно большие. Национальная безопасность, правоохранительная, деятельность в основном содержание органов ЧС, МЧС, а все остальное это прерогатива федерального бюджета. Сколько выделяется, можем видеть также на охрану окружающей среды и мобилизационная вне войсковая подготовка. При подготовке данного материала использованы вот такого рода источники. Что хочется сказать? В целом, несмотря на сложившуюся внешнеполитическую внутреннюю ситуацию, бюджет 22 года был практически по плану. Исполнили, что на него не повлияло особо. Экономика в 22 году продемонстрировала рост. Я немножко забегаю вперед скажу, что и 23, и 24. Аналогичная примерно ситуация. Ничего страшного, несмотря на панические крики многих. Слава Богу, не произошло. И кто серьезно экономику вникал, понимал, что не произойдет. Сейчас они тоже нас, конечно, пугают, что там будет через 10-15 лет у наших таких товарищей всегда паника. Лечиться им, что ли, от паники надо? Не знаю. Спасибо за внимание. Скоро я представлю обзор бюджета 2023 года.